В Министерстве финансов разработали проект нового налогового кодекса, в котором акцент смещается на штрафных санкции, на оказание госуслуг и профилактику проблем. Об этом сообщил вице-министр Гержамбержанов на встрече с жителями региона. По словам спикера, новый кодекс позволит сделать налогообложение более удобным и быстрым. Одно из важнейших изменений, предусмотренных в проекте нового налогового кодекса, касается сдачи налоговой отчетности. Согласно данным профильного министерства, ежегодно более 200 тысяч бизнесменов забывают вовремя сдать отчетность. В соответствии с действующим законодательством, в таких случаях налогоплательщика ждет штраф. В новом кодексе это будет восприниматься как нулевая отчетность. Также начинающего предпринимателя будут консультировать специалисты по режиму налогообложения. Заместитель министра финансов отметил, что новшества разрабатываются с учетом мнений представителей бизнес-сообщества. На сегодня министерство финансов подготовило платформу ЕТАМА по администрированию налога на добавленную стоимость. Это как раз самый наболевший вопрос по возврату НДС, по проведению проверок, по обращению в суд. В рамках данной работы ежедневно поступает предложение. Как методологического характера, так и технического характера. Мы создали фокус-группу, ряд налогоплательщиков представили свои живые фактические данные и мы моделируем на нашей системе, на новой системе их подход по администрированию. В принципе, уже рекомендации есть, но каждый раз при встрече с бизнес-представителями звучат новые предложения и мы с каждым разом оттачиваем нашу предлагаемую систему. После презентации проекта вице-министр финансов ответил на вопросы собравшихся. В частности, были затронуты темы мобильных переводов, уплаты НДС, всеобщего декларирования. Как аутсорсинговая компания пришел с вопросами наших клиентов и касательно розничного налога и национальных продукций нашего региона. Как она будет, какие помощи есть и как она должна быть. На все поставлены вопросы, я получил ответ и узнал много о том, какие изменения будут в налоговом кодексе 25-го года. Подводя итоги встречи, вице-министр финансов подчеркнул, что новое налоговое законодательство предусматривает ряд мер по поддержке как начинающих предпринимателей, так и крупных компаний. Затем Иржан Биржанов провел прием граждан по личным вопросам. Ирдос Кужан Телло, Медед Миндвай, Идар.